Чините, как хотите. Китай отказался поставлять в Россию запчасти для авиатехники. Накануне эта новость разлетелась по разным сайтам, в том числе федеральным. Так, например, по словам Интерфакса, об этом сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. А еще, что теперь Россия планирует искать поставщиков запчастей через партнеров в Индии, Турции и других странах. Однако в Росавиации такие заявления опровергли. По словам ведомства, Кудинов неуполномочен делать официальные заявления, а вопросы поддержания летной годности и регистрации воздушных судов в его компетенцию не входят. Публикация с опровержением появилась сегодня на сайте Национальной службы новостей. Еще один слух заставил россиян задуматься о том, где теперь закупаться товарами. В интернете появилась информация о закрытии гипермаркетов Ашан. Однако позже выяснилась новость не что иное, как фейк. Опровержение появилось на сайтах средств массовой информации. По словам пресс-службы Ашана, магазины продолжают работать в штатном режиме, поэтому доверять таким слухам нет никаких оснований. Новость про возможное введение особого порядка выдачи вкладов в рублях в условиях санкций напугала россиян, которые боятся за свои деньги. Но вскоре жителей страны успокоили. На федеральных сайтах появилось не только опровержение, но и разъяснение ряда вопросов, связанных с распоряжением денежными средствами. Гарант.ру пишет, что согласно информации с официального сайта Банка России, установление особого порядка выдачи вкладов в рублях, несмотря на санкции в отношении Российской Федерации, не предполагается. Ограничения касаются лишь поступления в страну долларов. На рублевые вклады и счета это никак не влияет. Денежные операции клиенты Банка могут совершать в любой момент.